Приветствую всех, меня зовут Доминик и это очередной мой видео обзор, посвященный оружию на Combat Arms и сегодня под прицелом у нас будет снайперская винтовка VA-2000, обычная версия, чуть позже я буду разбирать VA-2000 Tactical, точнее не буду разбирать, она будет в обзоре, она в целом ничем не отличается, кроме парочки характеристик, у неё на один пункт больше меткость и на два пункта больше подвижность. Самое интересное, что у Tactical отсутствует глушитель, в отличие от обычной версии, как вы видите, винтовку Tactical можно получить в результате Forgeable у Бубы в магазине. Так, я сейчас покажу насколько она точная в стрельбе без прицела, как вы видите, пули летят вполне ровно, поэтому на ближней дистанции можно неплохо кикскопить, но если честно, сколько я вот играл с полуавтоматическими винтовками, лично я считаю, что по большей части это оружие всё-таки для кемпера. Занимаешь определённую позицию и простреливаешь область. Вот приблизительно такой стиль игры, именно вот с полуавтоматическими снайперками используется. Потому что если вы будете рашить, хотя статистика вроде как позволяет, потому что подвижность у этой винтовки по-моему одна из самых лучших вообще, то есть она по-моему на первом месте составляет 45 пунктов у ВА-2000 Tactical, у обычной версии подвижность 43. Так вот, если вы захотите с ней рашить, я думаю, вполне возможно у вас неплохо получится, я просто это не делал, поэтому наверняка сказать не могу. по поводу характеристики меткости. У обычной версии меткость составляет 98 пунктов, у Tactical 99. Но большой разницы именно в этих пунктах я не заметил. И кстати, вот это небольшой камень преткновения возникает исходя из прочитанных мною комментариев, сообщений на форумах, на социальных сетях. Многие эту винтовку недолюбливают и говорят, что она косая. По поводу того, что она косая, я бы с этим утверждением поспорил, потому что винтовка, да, она не лишена неких фейлов, которые могут встречаться в игре, но техника стрельбы из полуавтоматов кардинально отличается от стрельбы из болт экшенов. И если вы часто прокликиваете область цели, при этом не фаззумите, то пули будут лететь никуда. Об этом я говорил, если кому интересно, можете посмотреть мой гайд по PSG. Вот. То есть, как правильно стрелять из полуавтоматов. И абсолютно не важно, какой ни показатель меткости, допустим, как здесь 98 или 99 составляет, или как у PSG этот показатель был равен 90. И поэтому здесь я говорю, что надо привыкнуть к определенному стилю игры. Но, учитывая, я совсем забыл сказать, что винтовка за NX, я бы на нее, если честно, денег бы не потратил. А вот, кстати, вот фейл, который может встретиться. Сейчас посмотрите внимательно, видите, вот я четко простреливаю область головы, а пуля летит в некуда. Это если я не фаззумлю. То есть, просто включаю прицел на цель и пытаюсь пострелить. Если вот такое возникает, попытайтесь просто сделать фаззум, сменить позицию и выстрелить. Да, это может быть займет некоторое время, но вы хотя бы попадете в цель. Потому что я вот сейчас юзаю активно M99-2 и у нее практически такая же вот проблема, что и вы видели. И просто я научился довольно быстро фаззумить и, скажем, когда уже летит, если первая пуля не попала в цель, то вторая обязательно попадет. В заключение добавлю все-таки, если вы взяли ее за NX, то лично я бы не советовал ее подвергать Forge, так как те характеристики, которые получаются, они довольно незначительные. А вот звук выстрела у Tactical очень громкий, поэтому у вас сразу же пропалит. Лично я приверженец глушителей на снайперских винтовках, то есть более скрытной игры. И чем больше вы остаетесь скрытным, тем больше фрагов вы, естественно, набьете с удобной позиции. Вот все, что в принципе можно сказать об этой снайперской винтовке. Так что буду заканчивать с этим обзором. Всем спасибо за просмотр. Счастливо!